Самая интересная в профессии аналитика – это сводить воедино разрозненные события, произошедшие в одно и то же время. Например, не так давно, практически в один и тот же день, прошли следующие события. Президент Зеленский выступил у Савека Шустера. В целом, Световый банк, МВФ, гроши Европейского Союза, окременно, это программа, где-то 10 миллиардов. У Шустера Зеленский говорил не только об экономике, он, естественно, коснулся проблемы Донбасса. И телеграм-канал «Инсайт» тут же прокомментировал это выступление. Наш источник в офисе президента пояснил слова президента относительно реинтеграции Донбасса. В студии Шустера Владимир Зеленский заявил. «Для меня самое главное – выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Затем границу, затем выборы». Все это не пустые слова. Есть договоренность между Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком о поэтапном амгрейде Минских соглашений, который начнется после имплементации Парижского каменюка в украинском законодательстве. В первую очередь это касается особого статуса Донбасса. После этого граница перейдет под смешанный контроль, а внутри Ордло будут созданы новые отряды полиции. В это же время в Луганской Народной Республике идут массовые подготовительные мероприятия к реорганизации угольной промышленности. Правительство Луганской Народной Республики анонсировало запуск программы по реорганизации угольной отрасли. Созданная на опыте Российской Федерации, программа призвана повысить рентабельность шахт-республики. Не секрет, что в ближайшее время стартует программа по реорганизации угольной отрасли Луганской Народной Республики. Основными задачами реорганизации будет являться в первую очередь выход в режим рентабельности всех угольных предприятий. Второе, это своевременная оплата работников угольных предприятий. И третье, это сохранение гарантий социальных для этих работников. Социальные сети сразу же отреагировали. Одна из групп ВКонтакте написала следующее. Сегодня Малыгин Павел Владимирович, министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, Малахова Светлана Анатольевна, министр труда и социальной политики ЛНР, зачитают доклад о крайней необходимости убить внешторгсервис, предварительно простив все долги по фонду заработной платы работникам угольной промышленности, и убедят Народный совет Луганской Народной Республики о необходимости пойти на преступный сговор и специально под коррупционную схему республиканских масштабов нести поправки и изменения в целый ряд нормативных актов. Народный совет ЛНР, конечно, поддержит закон о ликвидации убыточных предприятий по добыче, переработке угля и социальной защите их работников. В любом случае, выглядит это не очень хорошо. Телеграм-канал «Дилетант» делает такое сообщение. После ряда публикаций СМИ украинский, молодой олигарх Сергей Курченко, у которого компания ВТС обслуживает экономику ЛНР, вместе со своим новым куратором в лице Михаила Бабича, решили спрятать корни структур ВТС от правительства Российской Федерации и администрации президента путем перехода всей промышленности ЛДНР из ВТС в ГУП, государственное унитарное предприятие, контролировать которое будут также лица, приближенные Курченко и Бабичу. Молодой олигарх и Минэкономразвитие готовят целую информационную кампанию по якобы изгнанию структур ВТС Донбасса и созданию новой структуры управления, которая будет получать средства федеральной целевой программы. Ну и дальше пошло прям глумление над участниками процесса. Светлана Подлепаева, мы взяли информацию от Минтоплива и Энергетики, мы проанализировали, она основана, она обоснована, она на опыте РФ, мы взяли за основу опыт РФ и бла-бла-бла. Хочу отметить каждому человеку, ну из тех, кого будут увольнять, предложим не менее двух мест. Опыт Российской Федерации из 2000-х, когда они прошли опыт ликвидации убыточных. А сама, в общем-то, волнуется, трет руки и ей тяжело глотается. Был шахтера, пойдет в ЖКХ. И самое интересное, как шахтера перевести на госслужбу. При этом обещают зарплату не ниже определенного уровня. Нормальная тактика выдавить людей из региона. Хочу сказать, что вот эти все события Зеленский заявил о том, что он стремится занять границу и переиначить Минские соглашения под свой манер. Подготовительное мероприятие в ЛНР, которое вообще является прямой агентурой Киева и всегда работает согласованно. Все это направлено на то, чтобы скрыть убытки, записанные на ВТС, вывести ВТС из игры, назначить, возможно, Курченко крайним. И в то же время продолжить разграбление промышленного потенциала Донбасса, продолжить выдавливание людей с этой территории, для того, чтобы, ну, возможное объединение произошло более беспроблемно. Но на самом деле все эти действия направлены на продолжение этой войны на десятилетие. Простым языком на Донбассе опять создается блудняк, чтобы допилить экономику и разграбить то, что еще дышит. И это договорняк с Киевом. А что касается ВТС и Курченко, то там просто Минэконом и Козлов решили спрятать концы и списать украденные деньги, обнулив схемы и заменив ВТС на ГУП. Но при этом хотят кинуть шахтеров и разрушить угольную промышленность. Договоренности Козака и Ермака – это мистика и фикция. Желаемо за действительное. Нет ни сценария, ни механизма, ни ресурса. Самое главное, что ни у Зеленского, ни у ЛДНР, ни у кураторов Минэкономразвития нет понимания, как это все реализовать. И нет ресурса. Все эти события, они, по моему мнению, являются звеньями одной цепи. Телеграм-каналы, которым, конечно, можно относиться по-разному, верить им, не верить. Но там очень часто есть некая фактура, которая требует подтверждения, но тем не менее является косвенным разведпризнаком того, что это действительно звенья одной цепи. Что я хочу сказать. Вообще, вот эти планы возвращения Донбасса, при котором будет вот так, как хочется Киеву, это, конечно, влажные мечты, потому что для такого сценария нет ни стратегии, ни плана, ни поддержки на этих территориях, что на самом деле является принципиально важным, потому что если этих условий не будет соблюдено, все равно будет так же, как и 6 лет. Планов было много, результата никакого. Так же будет здесь и сейчас. То, что ВТС выводится из игры, а по факту является сокрытием всех украденных денег, не дошедших до луганчан, это тоже часть сценария, при котором кто-то надеется спастись от ответственности. На самом деле, вот такое чувство, что люди, развязавшие войну в 2014 году и наворотившие всех этих дел так, что война 6 лет не заканчивается, абсолютно не имеют понимания того, как ее завершить. Президент Зеленский пришел во власть на волне успеха сериала «Слуга народа». И там, в этом «Слуге народа», в этом сериале, были прописаны сценарии всего, что он уже сделал. Только одного там не было. Там не было прописано завершение войны на Донбассе. И поскольку стратегии, планов на эту тему нет, то я думаю, что ничего там и не получится. Но хочу сказать, что если действительно есть искреннее желание войну на Донбассе завершить, то у меня и у моей группы есть не только эмоциональное представление, как это сделать. Есть план, есть пошаговый план, есть, ну, в принципе, сценарий, прописанный для всех участников процесса. И если люди в ЛНР и в Киеве хотят войну завершить с минимальными потерями и имиджевыми, и материальными, то почему бы не обратиться к нам? Контакты в подписи к видео.